Я думаю, многие из вас уже этот сервис знают. Ну а те, кто не знают, могут пройти по ссылочке под видео и повторять все мои действия, которые я вам сейчас покажу. После того, как вы прошли регистрацию, вам необходимо создать задание. Для этого вы переходите в левом меню на ссылочку «Рекламировать» и далее нажимаете на задание. Попадаете именно вот на эту страничку. Как вы видите, у меня здесь уже есть 4 задания. И первое задание касается именно той группы, о которой я вам сейчас говорил. Обратите внимание на столбик заявки. Готовы. 43 человека, то есть это те новенькие люди, которые уже сделали репост. Всего было сделано 166. Ну а работу этих 43 человек нам необходимо с вами будет сейчас проверить. А перед тем, как это сделать, давайте я вам покажу, как же все-таки создается задание. Вы нажимаете на ссылочку «Создать задание». Далее на открытой странице заполняем пустые поля. Название. Это именно то название, которое будет высвечиваться для выполнения работы пользователем данного сервиса. Поэтому пишите коротко и понятно. К примеру, поставить лайк или подписаться на канал YouTube. Следующее – это ссылки. Здесь вы можете указать сразу прямую ссылку на тот проект, который вам необходимо раскручивать на группу или на канал YouTube. Это дело ваше. Но я рекомендую все-таки немножко пойти другим путем. Ссылку вы можете поставить любую сюда, хоть Яндекс, хоть Гугл, хоть просто прямую на YouTube. Почему не сразу на свой канал? Как вы понимаете, друзья, все действия этих абонентов, которые работают здесь и выполняют задания, наверняка отслеживаются той или иной группой социальных сетей или тем же самым YouTube. И поэтому, выполняя ваши задания, YouTube может понять, что этот человек пришел с данного сервиса и явно он не тот партнер, который нужен YouTube. То есть он проплачен. Поэтому, друзья, я сюда вставляю ссылку просто либо на YouTube, либо на Яндекс, либо на Google. Переходим с вами далее. Переходы по ссылкам. Тут мы с вами сделать ничего не можем, написано по очереди. Дальше необходимо выбрать тип задания. Нажимаем на эту стрелочку. И выбираем, какую же работу будут выполнять наши исполнители. Клики, YouTube, все, что связано с YouTube, соцсети, регистрация без активности, с активностью и так далее. Давайте с вами для примера выберем YouTube. В следующем поле нам уже есть подсказка. Распишите по пунктам, что нужно сделать в вашем задании. Это просто пример. Лишний текст удалите. Поэтому, друзья, вы просто можете это удалить и написать. К примеру, я создал вот такое задание. Войти в свой аккаунт YouTube и в поисковой строке набрать Олег успешный, как заработать в интернете. Это первое, что должны сделать исполнители. И второе, подписаться на канал. Вот, в принципе, друзья, и все задание. Опускаем страничку вниз. Здесь вы можете выбрать ручная проверка задания по тексту подтверждения, либо автоматическая оплата задания по ключевому слову в виде вопрос-ответа. Это бывает иногда полезно, но, я думаю, не для данной цели. Поэтому, я оставляю ручная проверка. И что же нам человек должен прислать, для того, чтобы мы проверили, подписался он или нет. Также удаляем данный текст. И пишем, прислать ссылку на свой канал. Все, к примеру, этого мне будет достаточно. Он пришлет свою ссылку, я зайду к нему на его канал. Далее, перейду по ссылочке «Каналы» и посмотрю, подписан ли он на мой канал или нет. Ну, и рекомендацию ему можно еще оставить, чтобы подписки были открыты. Вот так это будет выглядеть. Опускаем страничку с вами дальше. Далее, если ваш канал для взрослых, то ставите галочку здесь. Если вы занимаетесь программным обеспечением, то ставите галочку ниже. Таркетинг по времени. Можете выбирать, нажав на слово «Показать». Здесь убираете или ставите необходимые вам галочки. Далее, таргетинг по профилю. Нажимаем «Показать». И выбираете по типу деятельности для всех, по семейному положению для всех, по полу для всех и по возрасту от любого до любого. Выбираете самостоятельно, как вам нравится. Геотаргетинг. Здесь также ставите галочку, откуда вы хотите получать целевую аудиторию. Ограничения. В эту строчку вместо нуля вы ставите максимальное количество выполнений вашего задания в сутки. Ноль – это без ограничений. Повтор каждый. Выбираете количество часов. От 15 минут до 1 месяца или не ставите ничего. Я здесь ничего пока не выбираю. Время на выполнение. Стоит 1 час. Но вы, друзья, можете выбрать 15 минут или целый месяц. Я, как правило, ставлю 30 минут или 1 час. Дольше ждать я не намерен. Выполнение до проверки. Разрешите снова выполнять задание до проверки предыдущего отчета. Только для многоразовых заданий. На данный момент мы с вами создаем задание на подписку на канал. Поэтому многоразовым оно быть не должно. Соответственно, галочку мы отсюда снимаем. Ограничить по опыту. Я оставляю 0. Мне все равно, какой опыт у человека. Главное, чтобы он подписался. Следующее – это IP-фильтр. Можете также выбрать. Разрешить для всех IP. Запрещать выполнение при полном совпадении IP. Запрещать выполнение при полном совпадении по маске IP. Для себя я выбираю запрещать выполнение при полном совпадении IP. Для чего я это делаю? Дело в том, что многие пользователи, которые желают заработать в этом сервисе, могут создавать несколько аккаунтов в том же самом YouTube и подписываться. Якобы это разные лица. На самом деле это один человек, который имеет 10 аккаунтов. Нам такой человек не нужен с 10 аккаунтами. Поэтому я изобрещаю. Следующее – Капча не показывать. Дополнительно. На свое усмотрение выбирайте. Показать всем, только моим рефералам или пользователям без рефера. Далее можете поставить галочку «Показывать задание только пользователям с проверенным e-mail», «Показывать задание только пользователям с проверенным номером телефона», «Показывать задание только пользователям с проверенным WebMoney кошельком». Следующий тип аттестата ВМ. Изменения здесь недоступны. Стоимость. Здесь, друзья, мы ставим ту сумму, которую вы хотите потратить на выполнение того или иного задания одному исполнителю. Как вы видите, оплата пользователю за одно выполненное задание составляет минимум 20 копеек. В данном случае за подписку на канал, если вы хотите, чтобы быстро к вам подписывались, можно оставить 1 рубль. Если это для вас дорого, то, конечно, можете поэкспериментировать и поставить поменьше. Строчка ниже указывает стоимость выполнения полностью уже с учетом комиссии данного сервиса, и она составляет 1 рубль 30. И после того, как вы все заполнили, нажимаете кнопку «Создать задание». Ну а сейчас, друзья, давайте я вам покажу, как же проверять тех людей, которые выполнили задание и сделали репост в социальной сети ВКонтакте. Нажимаем «Готовы». И все, что необходимо было сделать исполнителям, это прислать ссылочку на свою страничку ВКонтакте. Она выглядит вот так. Я ее копирую. Далее перехожу в социальную сеть ВКонтакте. И в окошко браузера вставляю скопированную ссылку. Нажимаю «Энтер». Вот открылась страничка этого человека, который выполнил мое задание и сделал репост конкурса. Сразу копирую имя и фамилия этого человечка. И проверяю выполнение задания. Опускаю страничку вниз. И вот, друзья, действительно, репост данного конкурса есть на странице этого человека. Ну и второе условие, которое было необходимо сделать данному человеку, это вступить в группу. Давайте проверим, есть ли он в группе. Для этого, друзья, на странице своей группы вы переходите и нажимаете на количество участников. Открылась дополнительная страничка со всеми вашими участниками. Далее мы нажимаем на лупу. И в эту пустую строчку вставляем скопированное имя и фамилию. И нажимаем «Энтер». Да, как видите, Наталья Александрова в этой группе есть. По этому работу мы ей оплачиваем. Возвращаемся на сервис. И нажимаем на кнопочку «Оплатить». Вот таким образом, друзья, это и делается. Старайтесь проверять работу, выполненную пользователями вручную, потому что не всегда они выполняют честно. Кто-то может сделать репост, но не вступить в группу. Или наоборот. Поэтому не поленитесь, это ваши собственные деньги, которые вы платите. Я думаю, в моем видеоуроке было всем понятно и доступно рассказано, как это делается. Так что приступайте к раскручиванию своих групп, страниц или каналов YouTube. Ну а на сегодня это все. С вами, как всегда, на связи был Олег Успешный. Я напоминаю, что ссылочка на данный сервис находится под видео. Проходите и создавайте задания для своих целей. Всем приятной работы за компьютером и до встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok